Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зухралиева. Здравствуйте, я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. За мусор ответят, но вот кто? На территории Ирганайского водохранилища и Анзийского Кайсо вновь накопились горы отходов. Теперь общественного транспорта должно хватить на всех. Автопарк столицы пополнился новыми, современными машинами и, ко всему прочему, возвращается и метанная маршрутка с письмом Хачкала. 20 миллионов на новое оборудование и бесперебойную работу. Власти республики оказали финансовую поддержку заводу Дагдизи. Об этом и не только, уже более подробно. Около 600 миллионов рублей. Такова сумма ущерба, причиненной Ирганайскому водохранилищу и Анзийскому Кайсо. Об этом в своем телеграм-канале сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова. На территории водных объектов вновь зафиксировано скопление мусора. Твердыми коммунальными отходами загрязнено свыше 26 тысяч квадратных метров. Вся информация передана в правоохранительные органы. Против загрязнителя возбуждено уголовное дело, однако на кого именно и по какой статье не уточняется. В Махачкале обновился парк общественного транспорта. 47 новых современных автобусов большого класса приобретены для нужд населения. Они оснащены системой ГЛОНАСС, кондиционерами и адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Транспорт появится на трех городских маршрутах номер 44, 64 и 65 с января 2024 года. Данные автобусы соответствуют всем государственным стандартам. Оснащены видеокамерами, количество 8 штук, автоматизирована система оплаты проезда, валидаторами, количество 3 штук у каждого входа и выхода. Также имеется для зарядки мобильного телефона оборудование. Приобретены автобусы на условиях лизинга в рамках инвестиционного проекта, реализуемого Минтрансом России. Общая сумма затрат предположительно составляет 840 миллионов рублей. Проезд на указанных маршрутах будет стоить 20 рублей. Мэрия столицы намерена ежегодно выделять свыше 180 миллионов рублей на возмещение части затрат перевозчиков. Это считается, что почти 50% мы по экономически обоснованным тарифам, это было бы где-то около 40 рублей, мы 20 рублей берем на себя. Город берет на себя, для людей, для пассажиров это будет 20 рублей стоит. Еще одна приятная новость в транспортной сфере республики. Так называемые автобусы Метан возобновляют движение по маршруту номер 100 Махачкала-Каспийск. 10 транспортных средств будут курсировать с 6.30 утра до 10 вечера с интервалом в 15 минут. В следующем же году количество автобусов увеличится до 20 единиц. Это позволит сократить время ожидания маршрута до 8 минут. 285 миллионов рублей направило правительство России в ряд регионов на внедрение интеллектуальной транспортной системы, в их числе и Дагестан, который получил более 100 миллионов. Средства пойдут на автоматизацию процессов управления дорожным движением, что в свою очередь повысит безопасность на проблемных участках. Ранее система работала с перебоями ввиду того, что объекты никем не обслуживались. Сейчас участки передаются на баланс муниципального бюджетного учреждения Центра организации дорожного движения, которое и будет восстанавливать систему. Основной проблемой является перегорание оборудования, потому как, не изучив в полном объеме рынок, подрядчиками не были установлены на оборудование отсекатели. То есть скачки напряжения, также его постоянное отключение-включение создало проблему, что оборудование перегорает. Мы, как ответственные за эту систему, в полном объеме мы будем уже в следующем году ответственны, производим сейчас работу по выявлению и ремонту, так сказать, проблемных участков в плане связи и энергопитания. Из 27 участков, с которыми не было связи, в настоящее время осталось 4. На остальных точках связь налажена. Власти Дагестана выделили заводу «Дагдизель» 20 миллионов рублей. Об этом председатель правительства республики заявил на встрече с коллективом промышленного предприятия. А Дом Муслимов Дом Муслимов отметил, что функционирование завода имеет важное стратегическое значение для страны. Здесь выпускаются различные виды оборонной и гражданской продукции, а также располагается военно-морская база Каспийской флотилии. Сегодня компания испытывает трудности с загрузкой производственных мощностей и кадровым обеспечением. Премьер-министр отметил, что руководство региона оказывает возможные финансовые меры поддержки предприятию. Так, многомиллионная субсидия предоставлена для возмещения части затрат, связанных с приобретением нового оборудования. Конечно, это небольшая сумма, но в последующем мы, руководство республики, Сергей Олегович, неоднократно мы обсуждали в последние годы, так получилось, что мы особое внимание уделяли в республике развитие инфраструктуры, строительству социальных объектов, которыми, будем говорить, не занимались в последние 35-40 лет. Но мы сейчас приняли такое решение, начиная с 2024 года, будем делать уклон и на субсидирование, и будем поддерживать обязательно промышленные производства. Председатель правительства республики не ограничился совещанием. Абдул Муслимов также осмотрел производственные цеха предприятия и пообщался с его сотрудниками. Они, в частности, рассказали премьер-министру о низких заработных платах. Полсотни теплых сердец, тысячи заботливых рук. Женщины из волонтерской группы, из совершенно разных сфер, но вместе они огромная команда, которая помогает мечети, медресы и исламским вузам в проведении генеральных уборок. Итоги деятельности за этот год они подвели в духовном женском центре «Марьям». Подробнее расскажет Айша Тухаева. На мероприятии по подведению итогов волонтерской группы царила торжественная и в то же время уютная атмосфера. Угощение, исполнение нашидов, награждение и вручение подарков не только активным участницам, но и детям из Центра незрячих, которые пришли на праздник. «Поя вся жизнь, как солнце яркий свет, и счастье следовать нам за тобой». Навести чистоту в комнатах для омовения, в мечетях и примечетских территориях – это цель участниц группы. Среди самых активных волонтеров группы – разные люди. Тут и педагог с 30-летним стажем, в свободное время приходит убирать в мечети, и многодетная мать-домохозяйка, которая ухаживает за своим особенным ребенком. Руководительница группы и ее создатель Айша Бека Сулебанова создала ее в 2015 году, будучи при этом жительницей другой страны. «В самые тяжелые времена, когда, как все знают, что первые три года – это самое сложное, Бека еще находилась за пределами Дагестана, далеко, даже оттуда она помогала». Айша Бека принимала активное участие в сборах на нужды деятельности волонтерок, привлекала все новых участниц, которые порой чудесным образом сами ее находили. В мероприятии также принял участие председатель Совета имамов Махачкалы, который вручил награды волонтерам. «Мы, аль-хамду лилля, с вашей помощью, девочки, сделали, я не постесняюсь сегодня сказать, колоссальную работу. То, что Мариам выше перечислила, да, это часть того, что мы сделали за этот год. Аль-хамду лилля, и это все по милости Всевышнего Аллаха. Вот на протяжении девяти лет милость Аллаха нас не покидает, и я надеюсь очень сильно, что мы заслужили еще больше времени, еще девять лет, а и даже девяносто лет, работать во благо Ислама, на пути к его удовольствию. Главная цель – это благодарность, выразить слова благодарности, признательности каждой сотруднице, скажем, работнице, который принимает участие. А уборка в домах Всевышнего Аллаха – ценнее этого, наверное, нет ничего. Это то, на что посланник Аллаха, алей-саляту ассалям, обращал большое внимание. Он, Аиша, ради Аллаха, сказал, чтобы построили мечети и занимались уборкой и чисткой в этих мечетях. Это то, чем занимались подвижники и сподвижницы. Деятельность группы не ограничивается проведением уборок в мечетях и омовительных комплексах. Они организовывают сборы на нужды мечетей, на выполнение небольшого ремонта. Самый крупный сбор в этом году, организованный женщинами, составил 2 миллиона рублей. На эти деньги они обустроили несколько мечетей в городе. Аиша Тухаева, Мухаммад Накшбанди Малачиев, Мурат Бигбарзов. Новости ННТ, Махачкала. Таковы новости к этому часу. У меня на этом все. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова